всем привет сегодня вам расскажу как паять провода дело в том что у меня на моих мониторах был монокабель я решил поменять его на стерео то есть на балансный говорят так лучше а этот монокабель я решил пустить на маленькие патч провода которые помогут мне соединить мои синтезаторы с внутренней стороны и дать возможность мне коммутировать прямо на этой панели например эффект подключать или пропускать их друг через друга также обрабатывать фильтром ну и прочие манипуляции ну и заодно и решил я показать как я паяю провода и почему их мы снимаете оплетку острым ножом главное в этот момент не повредить сам провод скручиваете и наносите флюс дальше с помощью паяльника наносите припой в такой же последовательности подготавливайте контакты у джека и припаиваете между собой контакты здесь может быть очень горячая рука приготовьтесь собирайте все в нужной последовательности и по желанию наносите термоусадку совсем не обязательно иметь строительный фен можно обыкновенным феном для волос я паяю провода только потому что мне не нравится как выглядят провода покупные они все какие-то разных форматов и когда тебе хочется видеть единый какой-то визуальный образ из проводов это не получится сегодня ты покупаешь одни провода завтра другие потом 3 целом этот такой визуальный мусор мне вообще не нравится я очень давно начал паять провода сам с первого раза конечно не так все просто дается нужно выбрать припой нужно выбрать флюс что будет паяться что не будет сами разъемы тоже разные бывают тонкие толстые ну надо выработать некую схему по которой вам будет комфортно собирать эти провода потому что это экономит ваше время а также вы можете выбирать внешний вид провода как вам захочется а также его длину толщину этого провода это удобно для мониторов я выбрал балансный капель то есть стерео и запаял его вместе с разъемами xlr а на обратном конце я сделал стерео джек все контакты сейчас подготовлены для того чтобы приступать к припаиванию разъемов понадобится вот такой припой и плюс такие ребятки получились вот такие два провода у нас готова теперь можно подключать колонкам в этом процессе есть нюансы например вы всегда будете обжигаться об горячие элементы и на следующий день пальцы очень сильно болят если вы возьмете горячий чай будете чувствовать что вчера паяли что касается пачбэя такое устройство которое позволяет соединить любое устройство с другим не залезая на заднюю панель там где есть и провода то есть это очень удобно когда у вас вот собран рак и вам не надо постоянно залезать просто берете и подключаете сзади к пачбэю все это а спереди вы уже подключаете все в микшер большее количество соединений появилось чем было до этого то есть был один провод сразу идет в микшер теперь тут еще через пачбэй и возможно вот эти вот дополнительные контакты будут давать какие-то шумы шебуршание еще что то надо конечно это все проверить вот если же это вам не кажется сложным то вы можете пойти в любой музыкальный магазин купить разъемы провода и сделать себе наборы такие какие вам нужны по длине по цветам по толщине этого провода а также сделать стерео плюс моно или моно разделить на моно или там просто моно кабеля и там с одной стороны xlr с другой стороны джек под любое оборудование сможете создать кастомный провод и я считаю что это классный выход для тех у кого какие-то есть нестандартные решения по поводу подключения оборудования это очень важно и вы не будете ничем ограничены в том числе и каким-то внешним видом китайских там не китайских проводов вы можете всегда сделать термоусадку любого цвета на этот провод и будет выглядеть все очень шикарно как будто это провод который сделан специально для вас руках у меня кисть это кисть кстати я купил только сегодня вот около десяти лет я снимал грязь и пыль со своего оборудования с помощью тряпок каких-то там неудобных приспособлений достаточно просто вот купить мягкую кисть чтобы не цапать и вот так вот стряхивать супер удобно не знаю чего раньше мучился